Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление, весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 4 апреля, день Василия Капельника, День назван в честь святого священному ученика Василия. Он прилежно учил людей истине христианской, За что и попал в нем милость. Его поймали, повесили, и строгали его тело железными орудиями. Далее каждый день выкраивали из его кожи семь ремней. Через несколько дней вся кожа была содрана и висела ремнями. Он терпел и молился Иисусу Христу. Дерзко отвечал мучителям, за что его пытали еще больше и проткнули раскаленными прутьями. В старину этот день называли днем Василия Солнечного, Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. Все эти прозвища были связаны с тем, что наступало долгожданное тепло. Сегодня звенела копель и наступала самая настоящая весна. Крестьяне сегодня смотрели, куда текут ручьи от копели. Примечали эти места и не строили там дому, чтобы их не подмыло. Говорили, проложенный ход уводится в земную глубь. Девушки гадали на рассвете. Они смотрели на восходящее солнце. Если от него шел красный свет, хорошим урожаем. Выпекали специальные калачи, которые символизировали солнце. Существовала вера, что Василий Капельник поможет сделать холсты чище и крепче. Их выносили на снег и выстилали под лучи весеннего солнца. Приметы. Вопросы. Разрешите спросить. Я делаю разгрузочный день раз в неделю. Ну что, нормально. Раз на каше, другой раз на фруктах. Почему у меня на следующий день болят виски весь день и плохое самочувствие? Если болею раз, делаю разгрузку на фруктах 5 дней. Головных болей нет. На МРТ жидкость в мозгу. Повышенное внутречипное давление. Как мне разружаться? Чистый голод? Не могу. Калит. Спазмы. Особие 52 года. Болезни Гастит. Калит. Запоры. Астания. Распространенный остеохондроз. Виски. Также болят после бани. Массаж. Занятия гири. Спасибо вам. Я думаю, что вот как раз вот эти вот боли височные связаны с тем, что во время разрузки начинает выходить повышенное количество шлаков, которые накоплены в организме, подчеркиваю, о себе 52 года, болезни Гастит, Калит, запоры, астания, распространенный остеохондроз. То есть вот он, запоры, которые привели к тому, что зашлаковался весь организм и от этого пошло, пошло и поехало. Так, и разрузка на каше, другой раз на фруктах. Ну, на фруктах я еще понимаю, а вот на каше как-то я недопонимаю, как это разрузка на каше может быть. Это просто своеобразная диета. На фруктах это облегчает нам работу организма, дает жидкость и так. И вот смотрите, что пишется. Если болею, рост. Вот что за это, как понять, рост. Если болею, делаю разрузка на фруктах 5 дней. Головных болей нет. Так вот смотрите, за 5 дней успевают вот те шлаки, которые накопились от запоров, более-менее выходить из организма, как-то обезвреживаться. Дело в том, что, когда вы начинаете, допустим, какую-нибудь процедуру, ну, допустим, типа разгрузки, типа там голодания, что у вас получается? Вы как бы взбаламучиваете свой организм. Те шлаки, которые лежали, вернее, которые организм растасовал по разным уголкам организма, они начинают выходить. Раз они начинают выходить, значит, меняется, то есть все это, естественно, выходит в кровь, меняется, значит, нормальная составляющая крови, и это как раз и начинает вызывать головные боли. Помимо того, что еще, смотрите, есть жидкость в мозгу, повышенное внутричерепное давление. Как мне разгружаться? Чистый голодь не могу, колит спазмы. Вот, знаете, вот здесь голод-то вообще очень хорошо действует и против колита, и против спазмов. Здесь надо просто-напросто пройти вот то обострение, которое начинает возникать. То есть голод начинает целенаправленно работать со спазмами, начинает работать вот с этим вот колитом. Сразу же, то есть, если на голоде идет вот, буквально таки, вы сутки голодаете, двое голодаете, и чувствуете у вас обострение какое-то понеслось такое, головные боли там, допустим, какие-то спазмы возникли, или еще где-то там закололо, это говорит о том, что голод нашел то место, которое у вас наиболее слабое, наиболее больной, и там начинается работа. И вы эту работу не хотите доделать до конца, вы ее не понимаете, что организм сигнализирует вот этими вещами, то есть очень важно понимать, чем организм нам сигнализирует о том, что непорядок. Как правило, это разного рода боли, разного рода спазмы и повышение давления и так далее. 52 года болезни накоплено достаточно, гастрит, 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 воспаление слизистой оболочки желудка. Почему? Что? Че? Как? Значит, здесь необходимо просто-напросто так питаться, чтобы мы с вами удовлетворяли желудок, его особенности. То есть это должно быть не смешанное питание, это должно быть какая-то такая монодиета на начальном этапе, которая бы не вызывала гастрита, а наоборот помогала бы ему быстрее переваривать пищу, то есть быстрее справляться с его работой. Очень важно, это питьевой режим, потому что мы много говорим о здоровье желудка, но при этом простым питьем после еды, а тем более, если еще это питье будет холодное, мы вот так можем себе заработать гастрит. Калит, это уже у нас воспаление слизистой толстого кишечника, это говорит о том, что у нас там что-то и с микрофлорой непорядок, возможно и гастрит там эти там дает своя там микрофлора неправильно, калит дает. Значит, что здесь? Попробуйте семена тмина, семена тмина зиры, желательно серого. Тмин серый, тмин обыкновенный, не черный там, египетский, а вот наш обыкновенный, его, я думаю, легко и просто достать. И как я вам рассказывал, по одной третьей чайной ложечке с утра натощак, и запоры, кстати, лучше будет и с запорами, вот, вот, а почему запоры возникают? Вы либо волнуетесь о стыне, о стыне, что там это, пониженная масса тела, ну, насколько я так понимаю, никуда я не буду смотреть, вот, возможно, вы слишком волнуетесь, от этого может быть, от волнений чрезмерных, или принесенных может быть и гастрит, и калит, и запоры, и как следствие всего этого, астыне, распространённого стихондроза, да, это тоже к той же, это, как бы сказать, области относятся. Значит, помимо тмина, вот здесь бы я бы поделал дыхание, очищающее полевую форму жизни, и вообще вы просто, просто вы обозначили, будем говорить, уже следствие. Вы ничего там не сказали насчёт вот этих всех причин. Внутричерепное давление, жидкость в мозгу, то есть застой какой-то имеется. Я-то чувствую, тут какое-то было длительное и серьёзное перенесение каких-то негативных, эмоциональных вещей, которое вызвало сбой организма разок, знаете, вот только, опа! А дальше вот это всё, организм не смог вернуться после перенесённого стресса вот этого вот состояния, и он пошёл уже, так сказать, вот это вот портится и все эти вещи. Так что, что там у вас было, значит, вот, для того, чтобы полноценно работать, не как разгружаться, а надо разобраться с причинами, с первопричинами, что там у вас было, а потом уже можно дальше советовать. Виски также болят после бани, ну, после бани явно теплота повышает у нас давление, массажа, занятия гири, массажа, то есть, как только манипуляции какие-то с кровообращением, и так сразу всё это начинается. Значит, Олег, ждём от вас разбора, не того, что уже с вами стало, а вот вы были здоровый, пышущий, то-сё, пятое-десятое, а потом с вами что-то пошло, пошло, пошло. Вот отсюда-то и надо начинать, а не то, как разгружаться. Значит, можно так сказать, разгружаться, ну, давайте разгружаться на, допустим, этой самой, на талой воде, разгружаться на дистиллированной воде, то есть, один день в недельку вы просто-напросто пьёте талую воду, особенно, когда жара будет, либо же раз в неделю пьёте дистиллированную воду, чтобы она вымывала. Но это не тот, мы не знаем, с чего всё началось. А когда мы не знаем, с чего, что началось, трудно говорить о том, о что бы желательно поделать.